Рассказать свои свидетельства уже пару недель, но, как сказал Паша наш, который сейчас нет его, что здесь очередь сюда, чтобы попасть. Слава Богу, что в нашей церкви столько свидетельств, столько Духа Святого. Спасибо Духу Святому Заолю, что она сейчас нас так всех благословила, сказала всем каждые теплые слова. Это действительно очень важно, чтобы мы приняли Божью любовь. Я уже несколько свидетельств рассказывала, что я двигаюсь, чтобы вот моя вера была непоколебима. И у меня было очередное испытание, я верю, что его уже нету. В общем, у меня обнаружили небольшую кисту в груди. Ну, значит, сказали, как бы ничего страшного, просто присматриваться, ну, посмотреть периодически. Значит, ну, так как я Божья ребенок, и Бог сказал в Слове, что вам дано исцеление, благословение и т.д. Ну, значит, я молилась, и как слушала в проповеди, надо получить какое-то слово. Но у меня когда вопрос какой-то в жизни, я сразу во все двери стучу. Молиться, слово, в больницу, там еще какие-то советы и тому подобное. Но я вот захотела двигаться больше в духовном в данном случае. Просила Бога никакого, чтобы страха не было, и т.д. и т.п. И, в общем, немножко сокращу, есть такая семья в Западной Украине, которая служит уже много лет, лет 25, по-моему, в служении исцеления. Они ездят по всей Украине, по всей Европе. И я их проповеди уже год слушаю, и, значит, я позвонила им и говорю, мне, конечно, немножко там неудобно, наверное, может быть, Бог думает, что у меня мало веры. Но я вот, вот у меня есть побуждение, вот помолите за меня. Он, значит, этот служитель, ему уже лет, наверное, ну, за 60, такой, как бы немолодой. А он буквально минут 10 у нас состоялся разговор, помолился, краткая молитва, говорит, посмотрите, есть у вас боль? Я говорю, есть. А потом он разговаривает, говорит, но Бог, вам нужно принять, что Бог взял эту боль уже 2000 лет назад, и вы исцелены, и вы должны вот так это принять. Я говорю, так я вроде как принимаю, но оно-то болит, ну, я трогаю, оно болит. Вот, а он говорит, а сейчас трогайте. Трогаю, не болит. Я такая, самосед. Минута прошла, не болит. Он самую, я говорю, о, халилуя, фу. Ой, слава Богу, прошло это испытание. Это, значит, не только Оля Мацельна, но и я. Значит, он говорит, еще раз трогайте. Я говорю, трогаю, не болит. Все, спасибо, спасибо Богу, спасибо вам. Звоню, значит, сказала мужу, ой, Виталик, ну, такое исцеление, вообще прям вот раз и все. Я знаю, что Бог благословляет, и много раз в жизни меня благословлял, и мою семью, и моих родных. Но чтобы вот так вот, раз и все, такого у меня не было. И, значит, Маше позвонила, все, аллилуйя. Ой, Маша, такое чудо, Господи, теперь буду всем класть руки, говорить. Видите, проходит час, и начинает болеть грудь. Вот это да. Звоню Маше, говорю, Маш, ну, как-то вообще неинтересно вышло. Значит, я всем объявила о своем исцелении, и позвонила и в церковь Николаев, там, женщине, а оно раз и заболело. Она мне говорит, у меня такое было, и теперь твоя часть выстоять в этом. Вот именно, то есть Бог тебя исцелил, но тебе надо вот именно выстоять и не принимать эту ложь. И, значит, я, как законопослушная гражданинка Царства Небесного, я, значит, каждую секунду, там, какая-то мысль пришла, потрогала, я не больная, я здорова. И прошел месяц, и у меня боли нету. Да, так что здесь нужно принять, вот именно в сердце принять, кто мы, что сделать. Иисус, и это, ну, как бы, это действительно какой-то путь нашего сознания, духовного сознания. Так что всех благословляю и люблю. Аминь. Я все сидела, думала, выходить, не выходить.